В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Первый документ в здании администрации муниципалитета прошло торжественное вручение паспортов. Огромное спасибо всем организаторам, тем, кто помогал нам получить паспорт. Фестиваль «Яблочная рапсодия» собрал кулинаров и любителей выпечки со всего округа. Пирог из дрожжевого теста, штрудель, розочки прекрасные. В здании администрации Ленинского округа прошло вручение паспортов подросткам, достигшим 14 лет, а также жилищных сертификатов ребятам, которые остались без попечения родителей. Подробности у Юлии Стаферовой. Получение первого паспорта – знаменательное событие для подростков и их родителей. А если вручение проходит в торжественной обстановке, то такое важное событие останется в памяти на всю жизнь. В администрации Ленинского городского округа регулярно поздравляют юных граждан России с получением этого важного документа. «Я считаю, что вы все достойные граждане своей страны и уверен, что каждый из вас сможет внести частичку себя в наше общее благосостояние нашего городского округа, нашей Московской области, нашей всей Российской Федерации». Главной целью такого мероприятия является формирование гражданской позиции у молодых людей. «Огромное спасибо всем организаторам, тем, кто помогал нам получить паспорт, заполнять документы, непосредственно самой администрации. Очень приятные душевные мероприятия». И, конечно, в такой ответственный день ребят пришли поддержать их близкие. «Пусть им везет, пусть у них все получается, чтобы они добивались своих вершин, добивались того, что они хотят, чтобы желания исполнялись, чтобы получили достойную профессию, образование и нашли свой жизненный путь. Ну и вообще удачи и счастья, чтобы жили в счастливой большой стране». Кроме того, в этот день глава Ленинского городского округа Станислав Катаров вручил детям-сиротам государственный жилищный сертификат для приобретения в собственность квартиры. «Я очень благодарна, что вы дали этот сертификат, потому что если бы без него, то вообще никак». Детям и их опекунам дают возможность самостоятельно выбрать себе жилье. Анастасия Соловьева рассказала, какой будет ее будущая квартира. «Двухкомнатная на 18 этаже в новостройке». «А куда выходят окна с 18 этажа?» «На природу и во двор». «Нравится вид?» «Очень нравится». В завершении мероприятия все участники сделали фотографию на память. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. В муниципалитете продолжается проведение форума «В день соседей». Очередная встреча прошла в Видновском художественно-техническом лице. Ее посетили более 300 жителей. Подробности о мероприятии в нашем сюжете. За последние два месяца в муниципалитете прошло более 100 дворовых собраний. В ходе таких мероприятий активные жители обсуждали социально значимые инициативы. На форуме «День соседей» собравшиеся обсудили готовые проекты по улучшению городской среды. Я от имени пенсионеров пришла озвучить немножко транспортное направление, потому как люди-пенсионеры занимаются во дворце спорта. И нам хотелось бы, чтобы помогли нам организовать транспорт. Хочется, чтобы все было хорошо у нас в городе, по возможности, конечно. Но я, конечно, как спортсмен, как заслуженный тренер России по панкрансиону, хочется акцентироваться больше на спортивное сооружение, на то, чтобы дети в России были здоровыми, крепкими. Участникам форума были представлены уже завершенные проекты. Модернизация детских игровых площадок на Школьной 83, ремонт дорожного полотна на улицах Советская в городе Видное и Ильинская в деревне Дыдылдина. Также жители предложили несколько первостепенных инициатив для реализации. В частности, благоустроить Малый Тарачевский пруд, провести реконструкцию центрального парка, увеличить число автобусов на маршруте 364 и многое другое. Я хотела поддержать инициативу, которая по поводу знаков на Заводской улице, запрещающей остановку большегрузного транспорта, потому что довольно часто там хожу, и это проблема, во-первых, с парковкой создает. Я поддерживаю инициативу о реконструкции центрального парка, потому что это очень важная инициатива, чтобы наши люди ходили, гуляли, сажались с детьми, с семьей, пожилые. В нашем случае, потому что я сейчас здесь в качестве дома, конечно, очень поддерживаю инициативу. На собрании жители выбрали инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. Мне все инициативы понравились, потому что это все для нас, для жителей. У кого-то детки, у кого-то пожилые родители, которые прогулятся по пруду. Почаще бы вот такие встречи проводили. Результаты голосования форума «День соседей» будут опубликованы в домовых чатах. Дмитрий Книга, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В МФЦ Московской области появился голосовой помощник Галина. Теперь по короткому номеру можно узнать ответы по вопросам получения социальной карты, водительского удостоверения, СНИЛС и многое другое. Голосовой помощник расскажет о порядке получения услуг, размере госпошлины, особенностях оформления детских пособий, подскажет, какие документы понадобятся и как сделать регистрацию по месту жительства. А еще Галина сама позвонит заявителю и сообщит о готовности результатов по самым востребованным услугам. Чтобы получить ответ на свой вопрос, нужно позвонить по номеру 122, добавочной 3 и сказать ключевые слова. Например, оформить загранпаспорт. В Виновскую клиническую больницу поступило новое оборудование для проведения фототерапии новорожденных. Малыши уже начали проходить лечение с помощью аппарата. О работе оборудования и его положительном влиянии на организм маленьких пациентов узнала Инга Инчук. В первые дни жизни в организме ребенка начинается активная перестройка. Одним из признаков адаптации малыша к новым условиям жизни является повышение концентрации билирубина в крови или развитие неонатальной желтухи. Болезнь можно излечить с помощью фототерапии, аппарат для которой поступил в Виновскую клиническую больницу. Мы стараемся класть детей под лампу, когда они поедят, когда они засыпают и находятся в спокойном состоянии. Она совершенно безболезненна и не вызывает никаких ощущений у детей. Просто может быть что-то новое для них всегда. Это сопряжено с каким-то волнением. Но потом в ходе терапии они спокойно переносят. На новом оборудовании уже были обследованы трое малышей. И менее чем через неделю регулярной фототерапии уровень билирубина каждого ребенка нормализовался. А маленькие пациенты уже были отправлены на выписку. Легкая, миниатюрная, очень легко с ней работать. Имеет четыре режима на разный уровень билирубина МИ. Ребенок лежит на животе, может лежать на спине. Разные варианты. Теперь малыши смогут проходить лечение за меньший срок. А процедура стала для них в разы комфортнее. Инга Янчука, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Праздник с неповторимым вкусом и насыщенным ароматом прошел в Центральном парке города Видное. Фестиваль «Яблочная рапсодия» собрал кулинаров и любителей выпечки, среди которых и наша съемочная группа. Прозрачный летний воздух в Центральном парке был буквально пропитан яблочным ароматом. Фестиваль пирогов, посвященный яблочному спасу, стал уже традиционным. Принять участие в конкурсе и продемонстрировать свои кулинарные шедевры широкой публике могли все желающие. Этот фестиваль как раз направлен на созидание семейных традиций, потому что яблочный спас – это праздник не только христианский и церковный, это праздник для всех семей. В этом году соревновались 18 кулинаров этой семьи и дружные коллективы детских садов и других организаций. Каждый участник представил несколько видов сладких угощений. Пирог из дрожжевого теста, штрудель, розочки прекрасные, необычный пирог с начинкой, соответственно, яблочко у нас везде, основная начинка, а тортик необыкновенной красоты. Как рассказала Елена Бодолян, воспитатель дошкольного отделения Видновской школы номер 9, к конкурсу готовились очень ответственно, узнали, как выпекать разные варианты шарлотки, а также приготовили пирожные по авторским рецептам. Эта вся выпечка приготовлена нами, мы приготовили ее сами дома, самостоятельно, нам помогали домашние. Перед конкурсной комиссией стоял непростой выбор, все участники удивили своим мастерством. Выбор было сделать трудно, потому что было много вкусных достаточно пирогов, была и классическая шарлотка, и были также достаточно интересные рецепты, в том числе с орехами, с шоколадом, с разными другими вкусами. После окончания конкурса была самая интересная и вкусная часть праздника. Гости наконец-то могли попробовать сладкие угощения. Я первый раз ем пирог какой-то заливной, желейный, мне очень понравилось все, и концерты очень интересные. В общем, все хорошо. Взяла попробовать пирог с творогом и яблоком, он чудесный. Победителям были вручены призы, а мероприятие продолжилось концертной программой на летней эстраде парка. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok